1961 года в поселке Роза, города Коркино, Челябинской области. И учился в музыкальной школе по классу баяна. Но когда вырос, получил профессию электросварщика. И мечтал, еще по его словам, когда он только-только становился мужчиной, стать крутым барабанщиком. Срочно я служил в Афганистане в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Там и увлекся сбором и исполнением под гитару солдатских песен. После армии организовал вокальный инструментальный ансамбль в родном поселке Роза. И работал на шахте по специальности. Первые авторские песни Ахляна на стихи уральских пайков Александра Гердана, Александра Грата, Михаила Батина, Тюнькина появились в начале 90-х. Сам стихов Ахлян не писал, но умел тонко чувствовать и музыкально чувствовать чужие тексты. В конце 90-х Ахлян был приглашен барабанщиком в одну группу и даже отправился с ним в Ленинград на запись нового альбома. Но сотрудничество с этой группой у него не сложилось, и он вернулся домой. Но никак не мог забыть Ахлян слова музыкантов, брошенные ему вслед. Так ты и останешься сварщиком на своей шахте. Поссорились ребята. Он оставил работу на шахте, переехал в Екатеринбург, занялся профессиональной концертной деятельностью и написал несколько сотен песен. Ахлян Газалев, лауреат региональных и всероссийских фестивалей военно-патриотические песни. Он сотрудничал со многими ветеранскими и творческими организациями. Гестролировал по всей стране, а 14 мая 2009 года Ахлян Газалев трагически погиб. Похоронили его на родине в родном поселке. И сейчас мы приглашаем на сцену поэта, друга Ахляна Александра Карпухина. Под ваши аплодисменты. Поэт Десантин Александр Карпухина. Мы продолжаем славу страницу географии нашей герои с помощью песен и стихов. Добрый вечер, дорогие друзья. Я попрошу выйти на сцену еще в Ахлян, думаю, потому что мы хотим попробовать сделать сотворение под музыкальное и его сопровождение. Я очень волнуюсь. Это наш мятая према. Я вспоминаю глубокую осень 2008 года. Мы с семьей у себя на даче. И это была суббота. Нет, это воскресенье. Звучит радио-программа, радио-шансон, которую ведет наш легендарный Юрий Руслатов, директор ансамбля «Голубые двери». Это программа «Катюша». Географ «Катюша» представляет у нас в гостях Ахляну Газулеев и Михаил Патин, о котором сейчас вспоминали. Замечательный тоже парень. Субботная Ахляну Патину нельзя не вспомнить, потому что это был такой малыш двухметрового роста, касаясь ожжения в плечах, который мог жить только на войне, и мирной жизни ему не давалось. Он тоже был автором-исполнителем. И буквально в тот же день раздается звонок Северно-Кузнецов. Звонок говорит, Сань, приезжайте. Я говорю, что такое? Ахляну у нас в гостях. Ну, мы прыгнули в машину, поехали к ним. Ну, Косино, и вот так вот просидели весь вечер под песней. Читали стихи, наговориться не могли. Вот потом еще несколько раз. Настолько душевно сидели за столом, что Ахляну... Я потом повез их на вокзал к поезду. Ахлян даже забыл свой телефон у меня. Через несколько месяцев Миша Батин ему передавал этот телефон. А потом, 14 мая 2009 года, пришло известие, что Ахляна с нами больше нет. И тогда я написал стихи. Я думал, что из этого получится песня, но как-то она пока не получилась. К сожалению, я их никогда не читаю. Я их не помню наизусть. Так что простите меня, буду подсматривать. Договорились? Не судите строго. В памяти Ахляна Газалиева, Друга десантника, спецназовца, военного барда. Охлем, братишка, пел нам про спецназ Ревел Мордвест, и не смыгая до нас Мы подпевали струнами души Не помня слов, не то что хлестки фраз А он растрачивал себя не на показ Пел про кабул, а он растрачивал себя не на аршин Пел про кабул, и горный серпантин Как будто отдавая нам наказ Спиралью памяти стирать резину шин Десантный тельник был пропитан потом Берет над бровью выселся дугой Забыв про оль и мелкие заботы Он был простой, родной и в доску Свой штормил, кроны, сосен и берез Нам не хватало воздуха и слез, когда его татарские глаза Струились огоньком наивных грез А он взлетал с гитарой в синюю, где божий свет струится Наяву, как будто торопясь на свой вокзал Чтобы упасть навечно В сон, в траву Десантный тельник был пропитан кровью Берет зажав в славеющей руке Он не кричал перед смертельной болью А пошептал весна, конец, бургер и лунов И снова тельник был пропитан потом Берет над бровью выселся дугой Забыв про боль и мелкие заботы Он был простой, родной и в доску Свой Я хочу сказать спасибо ребятам, которые уже шестой раз организуют этот фестиваль Потому что это повод и встретить наших друзей И встретиться с друзьями И это действительно всегда тепло и искренне Низким поклонам И вот те наши товарищи, чьи фотографии вы любите перед собой В этот момент с нами, правда? Мы помним вашу меру